Всем привет! Один раз я уже показывал на своем канале такой прецессирующий редуктор. Я благодарен всем зрителям и тем, кто участвовал в дискуссии, поскольку это было весьма полезно. Однако остался нерешенным вопрос относительно того, как получается такое большое передаточное число. Сейчас я вам покажу такой редуктор с немного другими параметрами. Вот здесь заметьте, что при увеличении числа зубьев каждого колеса на 4, передаточное число составило уже 400. Такие числа зубьев я взял для удобства дальнейшего объяснения. А теперь слушайте. Если помните, в том видео я показывал, что коническая передача внутреннего зацепления получается путем изгиба цилиндрической передачи внутреннего зацепления. Вот еще разок. А теперь для понимания возьмем кинематическую схему прецессирующего редуктора и обратно разогнем ее до цилиндрического внутреннего зацепления. Посмотрите, какой в итоге редуктор получится. Я решил назвать его инверсный планетарный редуктор. Заметьте, что здесь все те же самые звенья, как и у прецессирующего редуктора. Разница лишь в том, что здесь угол передачи движения в зубчатых парах составляет 0, а у прецессирующего редуктора больше 0. У цилиндрической передачи есть межосевое расстояние и водила здесь выполнена с эксцентриситетом, а у прецессирующего редуктора оно выполнено с прецессией. Также здесь несколько большие числа зубьев колес внутреннего зацепления. Это было сделано для того, чтобы избежать интерференцию. Поскольку разница здесь только в геометрических показателях, а кинематика с прецессирующим редуктором полностью совпадает, мне на примере инверсного планетарного редуктора будет проще с выводом формулы передаточного отношения. Вернемся к его кинематической схеме. Редуктор содержит опорное колесо 1, водила H, сателлиты 2 и 3 с внутренним зацеплением и центральное колесо 4. Входным звеном является водила H, выходным – вал, на котором закреплено центральное колесо 4. Для определения его передаточного отношения вначале следует рассмотреть первую ступень от водила H к сателлиту 2. Водила H вращается с угловой скоростью омега H, сателлит 2 с угловой скоростью омега 2. Связь между рассматриваемыми угловыми скоростями может быть установлена через линейную скорость точки А. Передаточное отношение рассматриваемой ступени у H2 будет определяться следующим образом. Согласно общепринятой методологии, в передаточных отношениях выражения 2 следует поставить верхние индексы неподвижности звеньев. у H2-1 – передаточное отношение при неподвижном опорном колесе 1, у H2-1 – передаточное отношение при мнимо неподвижном водиле H и мнимо подвижном колесе 1. На данном этапе можно проверить полученное выражение. Если подставить в него число зубьев колес редуктора с симуляцией, то получится передаточное отношение равное 2,9. Попробуйте присмотреться и вы наверняка заметите, что за три оборота водила большое колесо совершает чуть больше одного оборота. При наличии в механизме второй ступени с сателлитом 3 и центральным колесом 4, формула 3 принимает следующий вид. Передаточное отношение U4-1H согласно полной кинематической схеме будет следующим. Наконец, формула 4 с учетом передаточного отношения U4-1H примет следующий вид. И вот она формула для определения передаточного отношения. Предлагаю посмотреть, какое передаточное отношение у рассматриваемого инверсного планетарного редуктора. Для получения наибольших передаточных отношений разность между числами зубьев каждой ступени должна быть как можно меньшей. Числа зубьев для инверсного планетарного редуктора были приняты по следующей схеме. Поскольку у конической передачи внутреннего зацепления допускается назначать числа зубьев шестеренки и колеса с разницей в один зуб, то можно заметить, что второе слагаемое знаменателе будет как можно ближе к единице. Следовательно, передаточное отношение получится довольно высоким. Если, например, увеличить число зубьев второго сателлита с 21 до 25, то передаточное отношение уже не будет таким высоким. А поскольку знак результата отрицательный, то выходной вал будет вращаться в противоположную сторону. То есть при незначительном отклонении от рекомендуемых параметров получится уже существенно худший результат. Как видите, все просто, дело исключительно в математике. Поэтому, если вы хотите получить максимальное передаточное отношение у процесирующего редуктора, могу также предложить схему выбора числа зубьев. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!